Хоу, 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 ребятки! Хася у микрофона и сегодня вам что-то будет вещать. Вот Блиц заехала вторая волна аукциона. 12 танков и что-то надо выбрать. Ну, не обязательно, конечно, но там есть один танк, который реально стоит вашего внимания. И сегодня мы про него поговорим. Но перед началом я хочу вам предложить одну интересную тему. Я уже так делал во вкладке сообщества и хочу сделать под видосом. Целый день, 24 часа. 24 часа после публикации этого видео я буду отвечать на все комментарии под этим видео. Если комментарии, конечно же, не спам, флут, бред какой-то, одна буква и так далее. То есть на адекватные комментарии я на все буду отвечать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, будет интересно. И да, ребят, по-братски, прожмите лайк этому видео, чтобы у меня было больше сил отвечать на комментарии. А мы начинаем. Но сначала чеками спонсора. Честно, никогда ничего не брал на аукционе, потому что у меня просто фактически не было никогда голды. Потому что голду я сливаю на сундуки новогодние. Замкнутый круг какой-то получается. Давайте-ка зайдем на сайт и посмотрим, что там завезли. Как вы видите, у меня 300 голды. Вряд ли я что-то смогу себе взять. Но я думаю, что вы уже знаете, о чем будет идти речь. Да, я уже миллион раз рассказывал, что это охрененный танк. Я даже видео записывал на канал Ежевики. Кстати, там будет скоро видео. Я облизал его просто. Конечно, это не Дракула. Это Прагета 46. Дракулу я тоже очень сильно люблю. Но не за 12 тысяч голды. Не-не-не-не-не. Если бы он продавался сразу с камуфляжем двуликим за двенашку. Вот. Нет, ладно, давайте так. Был бы сейчас на дворе 18-й год. Окей. Но у нас 21-й уже почти подходит. И Дракула, ну... Ну, кого, блин? Он уже у всех есть почти. Итак. Прагета 46. Сейчас мы пойдем в игру. И я вам про него расскажу. Но. Стоит все-таки сказать про другие танки. Т-25 пилот. Фуфло. АМХ-30Б. Норм. Лоррейн. Если у вас руки из задницы. Или вы не понимаете, как играть на барабанах. Или вы не уверены. Я бы не брал бы. Но за 7 тысяч голды, в принципе, можно. Вот у меня руки из задницы, походу. Потому что я на нем вообще не могу играть. Я его купил, бля, за 12 косарей. Фиг ли он 7 тысяч стоит. 7 тысяч это сейчас. Он 100 пудов будет 6600 стоить. И он даже 6 будет стоить, я думаю. Потому что он нахрен никому не нужен. Танк вроде интересный. Но сарай, вот такенный. 4 снаряда. Перезарядка, бля, полгода. Но это не то. Батгер хорош. Хелсинг гуд. Хелсинг мог бы быть, конечно, подешевле. Но, как мы видим, Хелсингом не особо интересуется. Поэтому он будет дешевле. КПФ по 70. Акшенекс интересный. Не для всех. Франкенштанг. Это вообще восхитительный танк. Это лучший танк в игре, на самом деле, я считаю. Тут, точнее, один танк. Это сразу три танка у тебя, да? Корпус от одного. Башня от другого. Пушка от третьего. Т-26.5. Ну, хрен его знает. М60. Почему его так раскупают, я не понимаю. За 12,5 тысяч, потому что, наверное... Ну, М60 для меня загадка. Ну, если мне память не изменяет, то он вообще с этого, с первого аукциона сидит. Ну, все, идем в игру. Я расскажу про этот танк поподробнее. Ребята, что это такое? А, ай, это же айпад. Ребятки, если вы не знаете, у себя в телеграме я разыгрываю айпад не такой же самый, но тоже клевый. Ссылочка на телегу мою в описании. Осталось всего лишь 6 дней. 31 декабря мы подведем итоги и разыграем таки айпад и еще всякие плюшки для вотблиц. Переходите, подписывайтесь на канал, нажимайте на закрепленный комментарий, и там все будет написано. Все, а мы теперь точно начинаем. Что из себя представляет про Гетто-46? Это премиум танк восьмого уровня Италии с дозарядом. Это самая главная фишка этого танка, конечно же. В принципе, не хочу вам особо рассказывать про этот танк, потому что мы сейчас зайдем в бой и уже про него все расскажем. Но танк реально охрененный. Конечно же, не без минусов. Про минусы я вам тоже расскажу. Но плюсы все-таки перевешивают. Почему? Для танка нет легендарного камуфляжа. Этот, конечно, тоже клевый, но где? Вопросики имеются у меня. У этого танка есть реально три минуса. Это пробитие, это башня, которая картонная, и это разброс. Все. В принципе, больше у этого танка проблем нет. Пробитие мы имеем в 180 миллиметров. Для восьмого уровня это даже немножечко смешно. Как смешно, плакать хочется. Но, в принципе, реально я особо как-то не замечаю даже этого. Я так как-то погружен, погружен, блин, в геймплей, что я не замечаю этого. Я могу голдой стрельнуть, и я не играю на танке ради фарма. Потому что у меня философия такая, я уже говорил, что если тебе приятно играть на танке, то ты не замечаешь, как ты фармишь. Ты отыграешь 3-5 боев, ты получил кайф. Да, получил кайф от танков, вы представляете? И ты нафармил. Так, я немножечко опоздал. Не, ну против Химеры это такое себе на самом деле. Так вот. На самом деле, главный плюс не в том, что у тебя там ДПМ хороший, что у тебя сведения довольно-таки очень гудные. Полторы секунды УВН. Нет, самое главное, это, конечно же, барабан. Сложно с этим спорить. Особенно человеку, который играет на Деструкторе. Это не Деструктор, ладно. Вот. Барабан вывозит здесь все. Потому что ты можешь играть хоть от барабана, хоть от одного выстрела. То есть ты, ну тебе без разницы, ты очень универсальный, универсальный боец, короче. И если бы еще башня танковала, хотя, слушай, красная, а знаете, почему она красная? Знаете, почему красная была башня? Так потому что у нее пробития ни хрена нет. Все, окей, я могу постоять, зарядиться и поехать с полным барабаном. Если времени нет, я могу стрелять по одному. Например, вот так вот. 254 альфа вылетела. Да, альфа, конечно, тут, ну, это не... Ой, блядь. Честно, братишка. Альфа здесь, конечно, тоже не топовая. У меня на этом танке 68% побед и 2400 среднего. То есть это, блядь, больше, чем на некоторых десятках у меня. Ну, бывают десятки, которые тебе не зашли. Вот именно этот случай. Скорость 55 км в час. Максималочка. То есть танк может топить, может догонять, убегать. То есть это все для него не проблема. И я не видел человека, по-моему, если мне память не изменяет, я не видел человека, который говорил, что это плохой танк. Ну, есть люди, конечно, которые говорят, что и Т-22СР плохой танк. Такие своеобразные личности. Но про прогет практически все. У всех мнение складывается одно и то же. Так, я говорил, что мы сейчас сделаем диверсию небольшую. 40 мм пробития на фугасах. И нам этого не хватает. Не хватает. Нет, ну если играть, в принципе, против всяких 50-100, то два вообще на изичах. Просто. А, я три фрага уже сделал. Ну, урона я вроде не сделал. Танк, кстати, неплохо фармит. Но мне кажется, что он неплохо фармит, потому что... Потому что урон хороший вылетает. Да, вот у меня где-то с бустерами около 100 тысяч налегке вылетает. Ну вот, по 100 тысяч кредитов. По 100 тысяч кредитов за бой. Ну да, с бустерами, но бустерами везде выпадают. То есть бустеры практически всегда у всех есть. Да как вы кого, блин? Я вот что-то немножко понадеялся на себя. Я еще разочек понадеюсь на автоприцел. Да, не подвел меня в этот раз. 2 200 это маловато. Но я даже не заметил. А нет, я вас обманул. 2 400 получилось. И 4 фрага. То есть, я бустер не включал сейчас. Я бустеры не включал. И мы получаем по факту сколько? 120 тысяч. А нет, вроде походу есть все-таки бустеры. Потому что, ну много, много. Влияние бустера 40 тысяч. То есть, без бустера было бы 97. Ну, 80 тысяч. 80 тысяч кредитов. Ну, только это тоже нормально. Это гуд прям. Это балдеж. В принципе, если у вас довольно-таки много свободного времени, вы можете попробовать себе вкачать по-быстрому. Не знаю, как вы это сделаете. По-быстрому вкачать Пантеру 44. Потому что это, в принципе, демо-версия такая вот этого танка. 288. То есть, ну, может вылетать что-то. Вот-вот, в Дракула 12 тысяч голды улетело. А почему? А потому что дурачок какой-то играл. Давай, 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 давай. Да мне плевать вообще. Мне пофигу. Я говорил, что скорость танка есть. То есть, можно врываться 54 километра. Он, кстати, их набирает как-то очень быстро. То есть, есть танки, которые, в принципе, резво стартуют, но не могут максималочку набрать или очень тяжело и набирают. Этот же танк, этот же танк как-то по-другому немножко работает. Вот чуть-чуть, вот чуть-чуть разброс поменьше бы сделать. Было бы прям, отлично было бы. Вот у меня есть танк, на котором я себя очень уверенно чувствую. Это, это Комет. Я реально на Комет сажусь. Я практически на 85% уверен, кого я разберу. На этом танке я уверен, что я сейчас ворвусь в облегчоночку. И она получит пиздюлей. Потому что я могу полностью зарядить барабан, ворваться. И надавать тебя по щам, браток. А потом по одному снаряду добрать. На Лорейне ты так не сделаешь, конечно. Ну и второй бой. 100 тысяч чистые. С бустерами. Без бустеров было бы 80. Все равно, по моему мнению, танк фармит хорошо. Приятно играть. Все. Все, что еще нужно для премиум танка, в принципе. Если вдруг вы со мной не согласны. Вы считаете, что про Гет-46 плохой танк. Вы напишите в комментарии. Тем более, что я буду отвечать на все комментарии. Вы напишите, что танк полное фуфло. Лучше купить Хелсинга, Франкинштан какого-нибудь. Я не знаю, там 26.5. С камуфляжем шериф, конечно же. Я ухожу в комментарии. Пишите комментарии, я буду отвечать. Все. Пока-давай. Увидимся. Продолжение следует.